В конце весны на московском ипподроме состоялись два заметных события. В субботу, 30 мая, Семенович, Киркоров, Валерия и прочие деятели шоу-бизнеса старательно изображали светское общество на скачках радио Монте-Карло. А в воскресенье, 31 мая, любители бегов делили образовавшийся после двух котлов в игре шесть побед, призовой пул размером более миллиона рублей. Лошади, видимо осознавая всю значимость происходящего, бежали изо всех сил и продемонстрировали великолепные резвости. Был даже установлен всероссийский рекорд. Итак, в субботу рысаки старшего возраста разыграли приз радио Монте-Карло. По сравнению с прошлым годом он подешевел в полтора раза и стал закрытым. Актуальненько так. Кризис, импортозамещение, все дела. Фаворитом признавался веселый Роджер, Юрий Репин. Его соперниками были локацкие Винтер и Форпост. Веселый Роджер по обыкновению со старта вышел вперед и пробежал первую четверть за 28,6 секунды. Винтер-Лок держался рядом. Во второй четверти темп бега немного снизился, что дало возможность Форпосту Лок подойти к лидерам. В левом повороте Винтер-Лок стал отпадать, а Форпост напротив, активно вступил в борьбу с Репинским фаворитом. Далее почти в точности повторился сценарий последней четверти приза гейдийца прошлого года. Форпост Лок уверенно обошел соперника и победил с резвостью 1 минута 58,3 секунды, что является новым всероссийским рекордом для лошадей иностранного происхождения, рожденных в России. Веселый Роджер финишировал вторым, на полкорпуса сзади. Винтер-Лок третий. Далее орловцы четырех лет боролись за право участия в призе Барса. Пропуском в Орловское дерби является резвость, показанная в текущем году. Фаворит победит под управлением Тимирбулата Тунгатарова. Одержал легкую победу 2 минуты 7,9 секунды. Лепняк отстал на 1,1. Резво пробежали в следующем заезде лошади трех лет. Все ждали соперничества за победу двух американцев. Стирлинг Динамо Юрий Репин и Кинг Тута Владимир Пупко. Стирлинг Динамо уверенно возглавлял бег, преодолевая четверти примерно за 30 секунд. Кинг Тут старался не отставать. Но у этого жребца проблема. Повороты он проходит далекими полями. Если из правого виража он смог выйти почти рядом с лидером, то проходя левый поворот, Кинг Тут значительно отстал и отказался от борьбы. Но самое интересное в этом заезде было то, что всю дистанцию в спине у Стирлинг Динамо удерживался Пабло Руслан Киселев. На финише он выглядел очень достойно и показал удивительные секунды. 2 минуты 0,0,2, финишировав на втором месте. Время победителя Стирлинг Динамо 1 минута 59,9 секунды. Джекпот на третьем месте, 2,03. Пекин Лог 4, 2 минуты 4,6. Напомню, это трехлетки. В последнем заезде дня свою вторую победу одержал Тимирбулат Тунгатаров. На этот раз на двухлетнем Орловце импульсе. Воскресные бега открылись заездом двухлеток. Зрители увидели азартную борьбу за победу. Первым у столба была ротонда Ярослав Лагвин. Три последующих места заняли лошади, рожденные в хозяйстве Найденова. Госпожа, Экспансия и Шпиль. Далее прошел малоинтересный заезд лошадей старшего возраста. Победил бежавший под нулем у Эмбли Владимир Кубко. Его резвость 2 минуты 0,0 и 0,2. На втором месте раменский гастролер Вениамин Бауэр. На леди Элен. Приз в честь дня пограничника. Были записаны пять орловцев, рожденных у Казакова. Приз прошел бодро и весело. Казаковцы по дистанции кучно возглавляли бег. На финише обозначилось преимущество белтвеста Александр Плесер, который и победил с резвостью 2 минуты 0,8 секунды, опередив на пол головы султана Ярослав Лагвин. Далее начались страдания, связанные с дележкой миллионного пула в игре 6 побед. В четвертом заезде снова вышли на старт трехлетние орловцы, но другие. К Казакову и пограничникам отношения не имевшие. Оказалось, что резво бегать могут орловцы, рожденные в других хозяйствах. Фаворитами играли Забег Елена Чифранова, Динамит Денис Николин и Моя память Виктор Бурулев. Они боролись за первое место по всей дистанции. Лучше оказалась сбросившая 6 секунд Моя память. Ее резвость 2 минуты 9,9 секунды. Динамит 2, Забег 3. Недавно в тренотделении Михаила Владимировича Козлова был определен победитель. Это кличка жеребца, принадлежащего Василию Панченко. На этот раз победитель полностью оправдал свое наименование. Бороться с девятикратным дербистом никто не решился. На втором месте француженка Балю Бонд под управлением Олега Припатчева. В двух последующих заездах на удивление легко победил Андрей Вилкин. Сначала он финишировал первым на Манхеттене Лок, который опередил Афину под управлением Болстрина. А затем Андрей одержал первую победу на американце Дью Овере с хорошей резвостью 2 минуты 6,6 секунды. Дью Овере лидировал по всей дистанции. Соперники в почтительном отдалении боролись за оставшиеся призовые места. Далее высокую резвость продемонстрировали двухлетки, рожденные в Локотском конном заводе. Победил Семен Пупко на уловке Лок 2 минуты 14,2. На втором месте Юлия Дробышевская на Чезане Лок. Обе лошади сбросили по 15-20 секунд. И вновь со всей очевидностью встает вопрос о несоответствии применяемого на ЦМИ стандарта резвости современному классу лошадей. Так прошли 5 заездов игры 6 побед. Никаких чудес не случилось. О крупной выдаче и тем более котле можно было забыть. В девятом заезде состязались орловцы старшего возраста. Победил заветный под управлением Сергея Матвеева, снова напомнивший о своем классе. Его резвость 2 минуты 3,5 секунды не может не вызывать уважения. Второе место в борьбе с летописцем завоевал крикет. Десятый заезд основательно удивил любителей бегов. Со старта резво повел нулевой Бо Ваяш Владимир Пупко. Первая четверть 27,9 секунды. Соперники заметно отстали. Вторая четверть преодолена французам за 29,3 секунды. Третья за 30,5. В последней четверти Бо Ваяш замедлил ход и к нему стала стремительно приближаться Southwind Impulse, ведомая Михаилом Владимировичем Козловым. Фотофиниш определил, что именно она и стала победителем заезда. Резвость обеих лошадей 2 минуты ровно. Вторая победа Михаила Владимировича за день. На этом сюрпризы не закончились. Третьей в борьбе с Донваром Лок стала также локацкая базинга, на которой впервые ехал Алексей Гаськов. Резвость базинги 2 минуты 2,1 секунды. Донвар проиграл ей полкуркуса. А теперь самое поразительное. Донвар Лок, как всегда, принял более чем на столб сзади. То есть он пробежал дистанцию примерно за 1 минуту 59 секунд. В 11 заезде до выхода на финишную прямую водил Гранд Лок Марина Воробьева. В конце дистанции ее ожидаемо обошел фаворит Чаполина. Казалось бы, все ясно. Очередная победа Анатолия Якубова. Но с поля сделал прекрасный бросок неигранный Санкт-Петербург Елена Чафранова. Он и победил. 52 рубля в одинаре. Игру 6 побед завершал заезд из 5 двухлетних орловцев. С рекордами в районе 2.40. Вторую победу за день одержал Виктор Брулюв. Его полкан сбросил более 15 секунд. И показал резвость 2 минуты 27,6 секунды. В итоге в игре 6 побед за выигрышный билет стоимостью 10 рублей платили более 10 тысяч. Вроде бы и побеждали в основном фавориты. А выдача оказалась вполне приличной. В последнем заезде бежали 4-летние орловцы. Победил спиридон ксенофонтов на кинотавре. 2 минуты 7 секунд. Похоже кинотавр с такой резвостью попадает в десятку участников приза Барса.